Компьютерному новичку суждено научиться устанавливать Windows 7 на свой компьютер или ноутбук. Почему я так уверен? Потому что установка операционной системы это то, что сегодня умеет каждый школьник. А если вы задались этим вопросом, как установить Windows 7, то вы ничем не хуже, и уже через 10 минут вы будете знать ответы на все вопросы. Здравствуйте, уважаемые посетители и подписчики сайта inetcom.ru В этом видеоуроке мы будем устанавливать Windows 7 с флешки, поэтому если у вас нет дисковода или он не работает, не беда. Установить систему можно с обычной USB флешки. Чтобы установить семерку, нам нужно выполнить три шага. Первое. Создать загрузочную флешку. Второе. Поставить в BIOS загрузку с флешки. Третье. Непосредственно установить Windows 7 с этой флешки. Первый шаг. Создание загрузочной флешки. Приступаем к первому шагу. Первым делом подготовьте USB флешку на 8 гигабайт и переместите все важные файлы на другие диски. Далее скачайте с официального сайта программу UltraEase. Ее мы будем использовать для записи системы на флешку. Также нам понадобится образ Windows 10 и желательно в формате ISO. Его вы можете скачать из интернета. Итак, скачиваем UltraEase, устанавливаем ее и запускаем. Данная программа платная, но она будет работать в течение 30 дней в пробном режиме. При запуске выбираем пункт «Пробный период». Флешка уже должна быть вставлена в компьютер. В программе UltraEase нажимаем меню «Файл», затем «Открыть». В открытом окне указываем, где на компьютере лежит образ Windows 7. Выбираем его и жмем «Открыть». Теперь, когда файлы образа были успешно открыты, мы жмем меню «Самозагрузка» «Записать образ жесткого диска». В открытом окне важно убедиться, что в пункте «Диск драйв» выбрана нужная нам флешка. Если там стоит другой накопитель, то выбираем свой вручную из выпадающего списка. Больше менять ничего не нужно. Нажимаем кнопку «Записать», чтобы приступить к созданию загрузочной флешки. Запись семерки на флешку обычно длится минут 10. Все, конечно, зависит от мощности вашего компьютера и скорости USB флешки. По завершению, закройте все лишние окна и давайте уже приступать к следующему шагу. Второй шаг. Поставить в BIOS загрузку с флешки. Приступая к установке Windows, нам нужно зайти в BIOS и поставить на первое место загрузку с флешки. Включаем компьютер или перезагружаем его, если он уже включен. И для входа в BIOS сразу начинаем нажимать клавишу «Delete» или «F2». В зависимости от материнской платы клавиша для входа в BIOS может отличаться. Жмем нужную клавишу несколько секунд до тех пор, пока не увидим сам BIOS. Выглядит он вот так. По этой программе мы можем перемещаться, используя стрелки и клавишу «Enter» на клавиатуре. Переходим на вкладку «Boot» и находим там пункт «Hard Disk Drives». Открываем его. Встаем на первый пункт и жмем «Enter». В открывшемся окошке выбираем свою флешку. И теперь она будет на первом месте. Отлично! Жмем клавишу «Escape», чтобы вернуться в предыдущее окно. Теперь нам нужен соседний пункт «Boot Device Priority». Открыв его, обратите внимание, что стоит на первом месте. Если дисковод, то заходим туда и меняем на флешку. Теперь она в приоритете загрузок на первом месте. Отлично! Теперь компьютер будет грузиться с флешки. Для сохранения сделанных изменений нажимаем клавишу «F10» и жмем «Enter». Компьютер перезагружается. Стоит сказать, что в некоторых биосах интерфейс немного отличается. В таком случае вам придется искать аналогичные кнопки. На новых компьютерах биосы современные и там все намного проще. Третий шаг – установка Windows с флешки. Если мы все правильно сделали, то сразу после перезагрузки компьютера начнется считывание данных с флешки. Об этом и говорит следующая полоса загрузки, которую вы сейчас видите на своих экранах. Через несколько минут мы видим первое важное окно. Здесь выбираем нужный нам язык и жмем «Далее». Теперь жмем «Установить». Пока ничего сложного. Ожидаем некоторое время. В зависимости от того, что входит в комплект скачанной вами системы, у вас может появиться окно, где нужно выбрать разрядность системы. Если у вас более 2 ГБ оперативной памяти, то вам нужно устанавливать 64-разрядную систему, то есть выбирайте пункт X64. Она будет работать быстрее и увидит все ваши 4, 8 или 16 ГБ оперативки. Я же выберу 32-разрядную систему, то есть X86, потому как у меня всего лишь 2 ГБ оперативной памяти. Устанавливать 64-битную смысла нет. Далее принимаем условия лицензионного соглашения, установив соответствующую галочку и жмем «Далее». На следующем шаге нам нужно выбрать тип установки. Выбираем второй пункт «Выборочная только установка Windows». Как раз то, что нам и нужно. Сейчас очень важный момент. Нам нужно выбрать диск, на который нужно установить Windows 7. Тот диск, на котором ранее уже была установлена система, имеет тип системный. Если у вас имеются еще другие диски, то на них лучше не ставить систему, чтобы не потерять важные данные. Что касается диска, на котором уже была установлена система, то лучше его, конечно, форматировать, то есть удалить старые программы, винду и прочие файлы. Для этого нужно указать диск и выбрать пункт «Форматировать». Можно, конечно, и не форматировать диск, но в таком случае предыдущие файлы, а вместе с ним и весь хлам системного диска будут помещены в новую папку под названием Windows Old. Я обычно диск форматирую, чтобы удалить весь хлам, скопленный на старой системе. Независимо от сделанного вами выбора, указываем в диск для установки и жмем «Далее». Сейчас вы видите главное окно, где происходит установка семерки в пять этапов. Здесь файлы копируются и устанавливаются, то есть происходит процесс записи системы на наш компьютер. Ждать придется минут 10-15. Внимание, здесь важный момент. Когда вы увидите, что пять этапов выполнены и через несколько секунд перезагрузится компьютер, будьте готовы вытащить флешку из компьютера. Компьютер начинает перезагружаться и мы сразу вынимаем флешку. Если этого не сделать, то установка Windows 7 может начаться заново. Вот сейчас я вытаскиваю флешку. Хорошо, компьютер перезагружается и установка продолжается. И тут уже остаются последние штрихи. Немного подождем и далее уже нам нужно выполнить некоторые настройки системы. Даем имя компьютеру. При желании придумываем пароль. Его можно и не ставить. На этом шаге идет активация. Ее также можно выполнить позже. Снимаем галочку и жмем «Пропустить». Здесь, что касается защиты, я советую использовать рекомендуемые параметры. Выбираем свой часовой пояс, дату и время. Готово. Windows 7 установлена с флешки. Поздравляю. Вот наша семерка. Напоминаю, мы проделали следующие операции. Первое. Создали загрузочную флешку. Второе. Поставили в биозагрузку с этой флешки. И третье. Непосредственно установили Windows 7 с этой флешки. Спасибо вам за просмотр. Если урок вам помог, то не поленитесь, поставьте под этим видео лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые уроки на компьютерную тематику. Обязательно оставляйте свои комментарии и пожелания. На этом все. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok